У автора книги «Танцуем с рассеянным склерозом» Ева Маш, первые симптомы заболевания, рассеянный склероз, проявились в возрасте 8 лет. Ей поставили диагноз, когда ей было 22. А в 1967 году Ева нашла доказательства того, что выздоровление возможно. Магистр по электротехнике и бакалавр физических наук, Ева доносит до нас уникальное видение истории изучения рассеянного склероза и современные результаты научных исследований. Делится своим жизненным опытом, позволившим ей выздороветь и жить жизнью на тех условиях, которые она сама выбирает. В 2003 году Комитет по статусу женщин в городе Гаминтон называл Еву Марш «Женщиной года». В 2004-м ее посвятили в члены галереи выпускников Университета Макмастер. В 2005 году она организовала первый научный круглый стол по обсуждению исследований процесса восстановления миелина и выздоровлению больных с диагнозом рассеянный склероз. Ее книга «Черные лакированные туфельки. Танцуем с рассеянным склерозом» переиздается уже в третий раз. Сегодня Ева делится с вами своими тремя шагами к танцам с рассеянным склерозом. Я собираюсь поделиться с вами секретом, как избавиться от последствий рассеянного склероза. Эксперты скажут вам, что эта болезнь практически неизлечима, и заболевшего ждет только постепенное ухудшение состояния. Но я – живое свидетельство успешного преодоления рассеянного склероза. Я росла за городом, среди природы. С друзьями мы играли в подвижные игры, много бегали. Однажды летом, когда мне исполнилось восемь, во время игры мое правое колено вдруг подогнулось. Дети засмеялись и обозвали меня неуклюжей. Но я знала, что дело не в моей неуклюжести, а что-то случилось с коленом. Там чувствовалось какое-то заедание. Мой отец решил, что мне следует заняться балетом, чтобы стать более грациозной. Я занималась, хотя моя правая рука на несколько недель могла потерять чувствительность, что бы я с ней ни делала – била, трясла, щипала. Потом рука сама по себе просыпалась. Временами меня терзали ощущения, что в кожу на голове вонзаются то раскаленные, то холодные иглы. Потом эта боль опускалась вдоль позвоночника. Но мне не верили. Когда мне исполнилось шестнадцать, я проснулась и поняла, что ничего не вижу, словно я оказалась под водой. Всё было серо-зелёным, нечётким, смазанным. Начался очередной тур походов по врачам, но никто не сказал ничего вразумительного. Дома я проводила время тем, что подолгу сидела на заднем крыльце в обществе собаки. Постепенно зрение вернулось к левому, а потом и правому глазу. К сентябрю, когда пришла пора возвращаться в школу, моё зрение полностью восстановилось. Перед школой я всё же посетила ещё одного врача. Он объяснил, что произошедшее со мной называется ретро-бульбарный неврит, парализующий зрительный нерв. И добавил, это может случиться снова. Только в следующий раз это может быть рука или нога. Но ты всегда будешь окей. Он повторил это снова. Ты всегда будешь окей. 17 марта 1967 года я, проснувшись, собралась выскочить из постели и отправиться на работу и неожиданно упала лицом вниз. Я была полностью парализована. На этот раз докторам не требовалось много времени, чтобы определить, это рассеянный склероз. Они сказали мне две вещи. Первое. Я никогда не выздоровлю. И второе. Что я должна привести в порядок свои дела, потому что долго не проживу. Это было глупо и несправедливо. Ведь у меня были две прекрасные маленькие дочки, за которыми нужно было присматривать. И я отправилась домой заниматься именно этим. А врачи и близкие снова и снова говорили о том, что я не хочу признавать очевидного, и что мне было бы лучше, если бы я научилась принимать это. Но в то же время я выяснила, что хотя правая часть моего тела была парализована, а у левой части снижена чувствительность, я могу заставить свои руки и ноги делать какие-то вещи. Это уже была маленькая победа на пути к выздоровлению. Так что я оставила больницу и вернулась домой, чтобы быть со своими маленькими девочками. Позже я поняла, что это и было моим первым шагом, первым «па» в танце к выздоровлению. Это означало наличие цели в жизни, а моим твердым намерением было растить детей, самой ухаживать за ними и танцевать в черных лакированных туфельках. Философ Симон Вейл говорит нам, что в страдании может быть радость, когда мы кого-то любим. И я не сомневаюсь, что любовь к моим детям, забота об их благополучии и благоденствии стали критической точкой в моем выздоровлении. И сегодня я поделюсь с вами тремя шагами моего танца к выздоровлению. Первый шаг, конечно, иметь цель в жизни. Второй – получать фактическую информацию. И третий – находить себе дело, жить и получать удовольствие. Мне повезло с первым шагом. Я растила своих детей, присматривала за ними, и это помогло моему выздоровлению. Это была подготовка ко второму шагу. На дворе был 1967-й. Мы не в Средневековье. И, конечно, исследования по этой проблеме должны были проводиться. Действительно, вскоре я познакомилась с исследованиями доктора Мэри Банш. Банш детально описывала восстановление миелина, который покрывает неповрежденный нерв. По проекту доктора Банш, она повредила спинные связки у более чем 400 взрослых кошек, таким образом, чтобы над ними можно было вести наблюдение. Каждую неделю она жертвовала одним из этих животных и делала на электронном микроскопе снимки тканей спинных связок. Электронный микроскоп помог обнаружить доказательства восстановления покрытия поврежденных нервов. Электронный микроскоп помог обнаружить доказательства восстановления покрытия поврежденных нервов. Начальная стадия в течение 17-19 дней и к 64-му дню все повреждения были либо определенно в процессе восстановления, либо показывали признаки начала восстановления. Я думаю, эти кошечки выздоравливали, потому что не знали, что не должны были выздороветь. Я тоже выздоровела, потому что не слушала людей, которые говорили мне, что я не восстановлюсь. Мы, я и кошки, фокусировались на выздоровлении. Мы думали о выздоровлении, мы продолжали попытки жить дальше. Работа доктора Банш подарила мне два очень важных вывода. Бриллианта, которые я приняла. Первый, конечно, это знание о том, что Мейлин действительно восстанавливается. Второй, уверенность, что мне не нужно беспокоиться о будущем, и что бы ни случилось, я всегда выздоровею. Работа доктора Банш представляет собой больше 30 страниц с фотографиями, очень подробная. Она была далеко за пределами моего понимания, какой я была в 1967-м. Однако, в ней я нашла один абзац на доступном английском. Он был о тех животных, которые выжили после опытов. Доктор Мэри Банш обнаружила, что они начали выздоравливать и описала процесс восстановления от начала до полного исцеления. Итак, это было началом моих поисков в медицинской литературе, которые продолжаются и по сей день. За эти годы я получила множество информации, которая подходит под несколько категорий. Первое, что восстановление Мейлина достаточно для нормального функционирования. Что исследования доктора Мэри Банш повторили многие ученые и подтвердили ее результаты. Лабораторные животные выздоравливают и показывают признаки восстановления Мейлина. Второй важный момент. Что любое наше действие, слово, даже мысль, влияют на наше физиологическое состояние. Так что для исцеления очень важно концентрироваться на выздоровлении, а не на борьбе с болезнью. Третий момент. Все, что необходимо для исцеления, это 3% нормальной толщины Мейлина. И это было также доказано многими исследователями. Полное восстановление Мейлинового покрытия нервов не является обязательным. Четвертый момент. Атрофия мышц может быть повернута вспять, и не существует временных ограничений на обратное действие. Другой важный момент заключается в том, что повреждения, которые мы наблюдаем, не связаны с реальным состоянием, в котором мы находимся. Отличный пример тому. Мои результаты магнитно-резонансной томографии, или коротко МРТ, толковались врачами так, будто мне необходим 24-часовой уход. Они видели там так много черных пятен, что их сложно сосчитать. И слишком много черных пятен в точках, которые считаются критическими. Еще один важный момент, который я нашла в исследованиях за эти годы, было то, что рассеянный склероз не развивается постоянно. Обострения сменяются успокоением. Врачи не спешат с окончательным диагнозом и назначением медикаментозного лечения. Доктора ждут, пока не проявятся как минимум три стадии перед тем, как прикрепить ярлык, рассеянный склероз. Но таким образом мы не можем установить важную черту, потому что у многих людей происходил только один или два этапа, а потом их больше ничего не беспокоило. Седьмой вывод. На основе моего опыта в теле есть много других способов передачи информации. Я собираюсь рассказать только о двух или трех из них. Один называется «Несинаптической диффузией передачи нервного импульса». Она была открыта исследователем по имени Пол Бакарита. Бакарита задался вопросом, почему большая часть нервной системы является пространством с жидкостью в ней. Так что он решил изучать свойства этой жидкости. Он обнаружил, что жидкость состоит из частиц, способных передавать информацию друг другу и в итоге вызывающую реакцию тела. Наверное, такое случалось со всеми. Допустим, вы идете где-то по торговому центру. Споткнувшись, вы невольно оглядываетесь, не толкнул ли вас кто-то. Причем, произошло это непроизвольно, еще до того, как вы успели осмыслить ситуацию. Тело реагирует раньше, чем приходит мысль. Точно так же мы непроизвольно убираем ногу с педали газа, увидев полицейского, вне зависимости от того, превышали мы скорость или нет. А разве не случалось вам вздрагивать, когда внезапно звонит телефон? Эта информация была передана непосредственно телу, и мы реагировали на нее даже до того, как успевали подумать. Есть еще один способ передачи информации прямо к телу при помощи нашего магнитного поля. И это в некоторых направлениях называется ЧИ. ЧИ также называется термин в акупунктуре. С недавних пор я познакомилась с работами доктора Замбони. Он утверждает, что закупорка вен и артерий головы и шеи приводит к симптомам рассеянного склероза. И он далее утверждает, что если эти закупорки убрать, рассеянный склероз будет вылечен. Замбони утверждает, что первым проделал эту работу. В изданной в 1982 году книге шведского нейробиолога доктора Патрика Струдебекера описана история исследований по интересующему нас вопросу, начиная с 1884 года. Он детально проанализировал результаты исследований и сделал вывод, что причина закупорок вен – стоматологические проблемы, инфекции, душевные переживания, а также заболевания пазух и ушей. Венозная система головы – это единственный путь, по которому тело может избавиться от инфекций и воспалений, и что это приводит к закупоркам и структурам, уплотнениям в венах. Изучив много работ в этой области, я спросила себя, что делать со всей этой информацией, которая у меня есть. Что ж, это приводит меня к шагу номер три – найти себе дело по душе и получить удовольствие. Я предлагаю вам сыграть со мной в небольшую игру. Для этого понадобится немного воображения. Представьте железнодорожные пути. Мы слышим, как шумит локомотив, и он стучит, стучит, поезд подъезжает грохоча ближе и ближе. Я вспоминаю слова американского юмориста Уилла Роджерса, который говорил, «Даже если вы на верном пути, вас переедут, если вы будете просто на нем сидеть». Я должна была что-то делать со всей накопленной информацией. Сидеть и ждать, когда переедет поезд. Я всегда была активной личностью, и мне нужно было что-то сделать с этой информацией. Сперва надеялась, что медицинская система воспользуется полученными мной знаниями. Но медики не проявляли и признаков интереса. Я решила написать книгу на основе фактов своей жизни «Черные лаковые туфельки танцуем с рассеянным склерозом». В ней мне хотелось поделиться своей историей и ссылками на все исследования, которые я нашла. В этой книге я описываю, как анализировала информацию и как использовала ее в своей стратегии выздоровления. А еще я решила получить высшее образование. Пришла в учебную часть университета Макмастер. Но там мне сказали, что слишком большая часть моего мозга повреждена, а потому я никогда не закончу курс, не говоря уже об ученой степени. И все же я упорно желала стать студенткой университета Макмастер. А мне все время задавали вопрос «каковы ваши намерения?», что означало «зачем вам это надо?». Через 4 года я выпустилась из университета с дипломом с отличием бакалавра по физике. Решайте сами. Мой успех достигнут вопреки повреждению мозга или же благодаря. Я хорошо провела время в Макмастере, мне понравилось, и я осталась, чтобы продолжить обучение. В итоге получила степень магистра по электронной инженерии. Этот период моей жизни ознаменован еще одним важным событием. Как-то друзья устроили мне свидание вслепую, благодаря чему я познакомилась с милым фермером из Кептауна. Через какое-то время он завел разговор о том, что нам следует пожениться. Я ответила, что он не представляет все сложности совместной жизни и дала прочитать рукопись своей книги. При нашей следующей встрече он спросил, «Ты боишься будущего?» Я ответила, что нет, не боюсь, но он должен знать, какое будущее предрекает мне медицинская система. Мы проигнорировали приговор медиков. Недавно, кстати, отметили нашу 31-ю годовщину совместной жизни. У меня было еще одно жизненно важное дело. Я общалась с заинтересованными людьми, проводила семинары, начала инструктировать людей на пути к выздоровлению. Самый захватывающий случай произошел с молодой женщиной, которая до болезни работала моделью в Нью-Йорке. Я не знаю ее профессионального имени. Она представилась мне просто как Кейди. Когда мы встретились, она была зафиксирована в эмбриональном положении, говорила с большим трудом, и каждые 15 минут ей должны были прочищать дыхательные пути. Ее семья прочла мою книгу, хотела узнать мое мнение, есть ли надежда на выздоровление. Я очень осторожно заметила, что выздоровление возможно. Исследования показывают, нет временного ограничения по обращению вспять мышечной атрофии и добавила, что очень хотела бы с ней работать. Я не обещала приходить еженедельно, но в сотрудничестве с физиотерапевтом мы разработали специальную программу занятий. Начали с глубокого дыхания. В расчете, что это прочистит ее дыхательные пути, укрепит мускулы ее груди, спины, диафрагму. Мы надеялись, что получая больше кислорода и физических упражнений, ее организм окрепнет и это ускорит выздоровление. Физиотерапевт проводил процедуры ежедневно, жизнь продолжалась. Шесть месяцев спустя я отправилась ее повидать. Она уже могла самостоятельно сидеть в инвалидном кресле, без подстраховки со стороны близких, просто сидела там сама. Мы болтали. Ее руки, голова двигались, она была просто прекрасна. Не прерывая разговора, она опустила руку в карман кресла, достала сигарету и закурила. Меня поразило не то, что она курит, а то, насколько восстановилась координация движений. Она улыбалась мне милой улыбкой. А у меня витала мысль, что чего-то я еще не заметила. Вдруг я услышала какой-то звук, посмотрела на пальцы ее ног, они постукивали по подножке кресла. Этим Хейдли хотела показать мне, какого прогресса она добилась за полгода. Мы немного подкорректировали программу физиотерапии, и она стала работать над собой дальше. Примерно через 6-8 месяцев мне позвонили ее родители и попросили приехать, если я хочу увидеться с ней на прощание, поскольку Хейдли собирается уезжать. Когда я пришла, она ходила по комнате, собирая вещи. Хейдли сказала, что собирается лететь в Милан. Она возвращается в мир моды. Конечно, снова модель винистанет, но вернется в мир, который любит так сильно. Теперь, каждый раз, когда я вижу самолет, пролетающий над головой, я думаю о Хейдли. Хотя не знаю, есть ли она на нем, но меня накрывает теплом воспоминаний, и я просто желаю ей всего доброго. Как сложилась моя жизнь? Я вырастила детей. Обе мои дочери уже взрослые и очень независимые. Каждая счастлива в своей жизни. Я люблю путешествовать, часто хожу в походы. У меня богатая общественная жизнь. Я ею наслаждаюсь. Вот чем я занимаюсь, получая удовольствие от жизни. Пару сотен лет тому назад симптомы того, что мы сейчас называем рассеянным склерозом, назывались истерическим параличом. Это потому, что у врачей не было другого объяснения, как люди, разбитые параличом, через несколько недель снова становились работоспособными. Общество в то время было лишено социальной защиты. Большинство составляли необразованные крестьяне. Парадоксально, но людям, которые могли позволить себе лечение, постепенно становилось хуже. Справедливости ради заметим, что в медицинской практике применялись ртуть, мышьяк и кровопускания. И вот теперь, когда мы живем в 21 веке и так гордимся нашими достижениями, нам до сих пор говорят, что нас ждет только постепенное ухудшение и что надежды на выздоровление мало. Вы можете не согласиться со всем, что я сейчас говорю, но мои рассуждения — результат сорокалетнего опыта успешной борьбы с болезнью. И сорока лет накопления знаний. Я сама живое, ходячее, говорящее, танцующее доказательство выздоровления от повреждений, нанесенных рассеянным склерозом. Ева приглашает вас посетить свой веб-сайт www.ivamarch.net проверить факты, ознакомиться с результатами исследований, с письмами читателей. Вы можете заказать ее книгу или собязаться с Евой напрямую по электронной почте eva.at evamarch.net Ева также доступна для мастер-классов, тренингов и индивидуальных консультаций. Спасибо за то, что нашли время посмотреть эту презентацию. to view this presentation. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...